Всем привет-привет! Меня зовут Алина Кузимович. Сегодня я веду прямой эфир в Инстаграм. По традиции, каждую среду я стараюсь проводить полезные прямые эфиры и давать что-то вам интересное, нужное, то, что вы сможете применять в своей жизни. Возможно, какая-то информация вас сможет вдохновить. Также в прямых эфирах я стараюсь отвечать на ваши вопросы и по натальным картам в том числе. Привет-привет! И сегодня тема прямого эфира — это «Как повысить жизненную силу». Мы разберемся, опять же, что такое жизненные силы и так далее, как это понимаю я, вы поделитесь, как это понимаете вы. Благодарю, во-первых, всех, кто смотрит этот прямой эфир онлайн, либо кто будет смотреть в записи. Буду благодарна за обратную связь, поэтому обязательно напишите комментарии и делитесь с друзьями. Вот. В общем, мы сегодня разберем, как же вот эта жизненная сила влияет на наше самочувствие, на наш образ жизни, от чего зависит уровень жизненной силы и для чего вообще это нам надо, да? Почему это так важно для нас? И жизненная сила — это такое абстрактное понятие. Каждый человек, опять же, понимает по-своему. Это так обозначается энергия. Прана — жизненная сила, опять же, да? Внутренняя мотивация, которая поддерживает организм, заставляет как-то двигаться и так далее. Она включает и физическую энергию, и психологическую выносливость, и наш внутренний дух, опять же. Да, мы развиваемся с вами на всех уровнях. И от того, в каком состоянии эти все наши уровни, зависят наши жизненные силы. Сегодня дам, опять же, очень практические рекомендации, как сделать так, чтобы этих сил было больше. Вот. Это все очень сильно влияет на нас. Начнем, конечно, с первого уровня — это физические силы, да? На жизненные силы влияет физическое здоровье, физический уровень, наше тело, и как мы занимаемся собой, уделяем время себе или нет. И если, например, человек не тренируется регулярно, то у него, соответственно, будет всегда низкий уровень физических сил. Если человек будет в плохом самочувствии, физическом, болеть и так далее, то уровень жизненных сил тоже будет очень маленький. Поэтому для того, в первую очередь, да, нужно, опять же, быть здоровым человеком. И тогда энергия будет идти хорошо. Для того, чтобы быть здоровым человеком, нужна профилактика, нужны физические нагрузки, регулярные тренировки. И не нужно себя как-то перегружать, да, какая-то средняя нагрузка должна быть, фитнес, йога, как у нас в женском клубе Sunrise Woman Club, регулярные тренировки. Я сделала такой баланс, что три раза в неделю у нас фитнес, два раза в неделю йога, плюс мы делаем спа-уход, дополнительные процедурки, плюс у нас там периодически проходят марафоны похудения, детоксы. А вы можете, опять же, дома делать упражнения, либо ходить в зал, неважно, это может быть просто прогулка на свежем воздухе. И когда тело наше выносливое, когда работают мышцы, когда мы правильно питаемся, то жизненных сил становится больше. Если мы кушаем всегда только вредную еду, если у нас есть вредные привычки, курение, какие-то зависимости, кстати, все вредные привычки, они тоже забирают энергию у человека, потом у него вся энергия уходит вот на такие вещи, да, то есть это, поэтому важно избегать вредных привычек зависимости, важно добавить полезную привычку, это регулярные тренировки, регулярная физическая активность, потому что сейчас, к сожалению, даже начиная с детей такая гиподинамия, да, люди вообще сидят, лежат в компьютерах, в телефонах, и уже нет такой активности, как это было раньше. И, соответственно, это влияет на все органы и системы, особенно на сердечно-сосудистую систему, это склонность, опять же, и к сахарному диабету и так далее. То есть энергию надо, чтобы она циркулировала, и о своем теле нужно заботиться, поэтому очень полезно, чтобы был режим, расписание, как у нас в клубе, да, и когда это входит такая система возобраза жизни, то вы с этим живете нормально, и вы не знаете, как это можно по-другому. И наоборот, если вы, например, перестали тренироваться, запустили свое питание, то это так затягивает, и вы потом оглядываетесь назад, уже прошло полгода, вы еще не тренировались, и потом очень тяжело начать, да, поэтому, чтобы не было тяжело начинать, да, надо все время это поддерживать, опять же, сделать это образом жизни. Вот, поэтому присоединяйтесь к нам в Sunrise Women Club, и я там провожу и тренировки, опять же, и даю рекомендации, и там полезные рубрики, абонемент на месяц стоит 350 гривен, на полгода можно купить вообще по суперакции, и поэтому добро пожаловать к нам. Следующий такой момент, который влияет на наши жизненные силы и жизненную энергию, это наше внутреннее состояние эмоциональное. Кстати, сегодня я расскажу, опять же, взаимосвязь по планетам, да, и дам рекомендации по гармонизации, потому что сначала начну с таких базовых вещей. Понятно, что когда у нас нет настроения, когда мы расстроены, то и, соответственно, у нас тоже снижается уровень жизненных сил. Если, не дай бог, какие-то проблемы в личной жизни, с партнерами, в семье, конфликты, это тоже все забирает нашу энергию. И вот человек не тренируется, энергия ушла, да, не хватает жизненных сил. Плюс у него проблемы в личной жизни, в семье, еще раз энергия ушла. Везде энергия ушла, и человеку энергия не осталась. Поэтому надо стараться так, жить гармонично, смягчать эти все конфликты, уметь разговаривать, договариваться и стараться делать так, чтобы вам внутри было хорошо, контролировать свои эмоции, учиться. Это тоже все можно делать благодаря гармонизации планет. У нас за эмоции отвечает Луна. И про Луну, опять же, ее ритмы сделаю отдельный прямой эфир, где подробно расскажу про эти ритмы, как они влияют. Они тоже влияют на наши жизненные силы, у всех людей, естественно, потому что полмесяца Луна растет, она нам дает много энергии, и полмесяца Луна убывает. И точно так же, как убывает Луна, точно так же и наши жизненные силы по чуть-чуть убывают, и мы уже не такие эффективны. Поэтому, когда мы живем в ритме с природой, с Вселенной, с космосом, да, с планетами, то тогда это нормально, мы не чувствуем никакого дискомфорта. В общем, эмоциональное состояние очень влияет, поэтому полезно освоить разные техники, практики, опять же, которыми я делюсь у себя в женском клубе. Там есть и медитации, записанные моим голосом. И так пишу посты о разных техниках дыхания, да, потому что что нам может помогать? Очень помогают методы релаксации, в первую очередь, это йога. Но не обязательно делать целый час, как мы. Можно сделать 20 минут тренировки, но лучше сделать хоть что-то, чем не сделать ничего. Потом можно выполнить хотя бы 5-10 минут медитацию послушать, мантры, подышать, и все. Все, не надо пить никакие таблетки успокаивающие и так далее, потому что я знаю, многие люди сейчас, особенно в такое сложное время, подсели на разные успокаивающие средства химические. Это тоже очень вредно, это замкнутый круг, это, опять же, делает, наоборот, хуже. Зачем использовать это, если можно использовать альтернативные методы, намного те, которые полезны и не вредят, и вообще. Поэтому запомнили, да, физическая нагрузка, это методы релаксации, контролируем эмоциональное состояние, у многих, опять же, панические атаки, нужно уметь с этим справляться. И очень полезно еще, да, выполнять разные практики. Например, практика прощения, тоже у многих видно в натальной карте, кому это обязательно жизненно важно делать, метод, практику благодарности. И когда у нас фокус внимания правильно направлен, опять же, у нас энергия не уходит на что-то такое плохое. Духовное развитие очень важно. Это помогает укрепить жизненную силу. Рано или поздно люди к этому приходят. К сожалению, после таких не самых позитивных моментов в жизни люди задумываются, что да, у нас что, физические, эмоциональные, но еще важно духовное развитие. И когда мы посещаем, например, святые места, места силы, у каждого это может быть свое, любая религия, важно уважать любую религию. Кто-то читает молитвы, кто-то мантры. Не важно, это все очень помогает, да, духовность такая. И люди иногда говорят, как это духовность, что это такое духовность. Духовная практика, медитация, оно все взаимосвязано, оно опять же помогает укрепить жизненную силу, помогает выстроить связь со своей душой, и лучше начать духовное развитие до того, пока жизнь не заставила это сделать. Потому что, опять же, рано или поздно в жизни случаются такие события, которые приводят нас к духовности через испытания. Но если человек сам к этому приходит, то тогда у него более мягкая судьба, меньше каких-то плохих событий. И, возможно, вы замечали, что бывают такие люди и атеисты, и очень принципиальные, и все осуждают, и не признают авторитетов ничего. Но это все до поры до времени, потому что потом в жизнь их приходят особые транзиты и периоды, которые их опускают на землю, и попускают, можно так сказать. И тогда человек становится в шоке, и тогда он это все принимает, то, что он осуждал. Но когда случается плохое, замечали горе в семье, и еще там что-то, дети болеют, то что делают в первую очередь? Бегут и начинают молиться и просить Бога о помощи, и забывают о всех своих. То есть и важно не в такие, не в плохие моменты это делать, когда уже вообще капец плохо, но и просто в повседневной жизни уважать любые религии, заниматься духовным развитием, понимать и не забывать о том, что мы в этой жизни временно, все временно, и менять опять же свои приоритеты. Духовное развитие очень важно, это помогает опять же укрепить связь своим сознанием и подсознанием, и люди становятся более интуитивны. Я не говорю о том, что нужно стать каким-то религиозным фанатиком, ни в коем случае нет, я против любого фанатизма, и не обязательно опять же это кому-то рассказывать, всем навязывать, но лично у вас духовное развитие должно быть обязательно. Это поможет, опять же, повысит уровень жизненной силы и даст защиту. В общем, это мы обсудили. Что еще важно? Мы частично затронули, что эмоциональное состояние зависит, например, от отношений с близкими, но также на наш уровень энергии, жизненной силы влияет поддержка нашего окружения, с какими людьми мы общаемся, во-первых, которые нас наполняют или наоборот забирают нашу энергию. Вы 100% чувствуете тоже людей, и сразу при общении вы можете, еще человек может не говорить и так далее, вы можете уже для себя понять, он хороший человек или плохой. Люди это чувствуют на тонком таком плане. И когда мы себя заставляем общаться с теми, кто нам вредит, кто к нам плохо относится, кто нас не любит, а мы общаемся, потому что это так надо, то мы тогда разрушаем себя очень сильно и теряем свои жизненные силы, свою энергию. Поэтому очень важно ваше окружение. Если вы от кого-то чувствуете негатив, то это все время вам вредит. Есть люди такие вампиры, их надо убирать из своего окружения, не бояться, не стесняться, потому что многие такие воспитанные, говорят, ну так нельзя, так некрасиво. Нет, надо же себя тоже как-то любить и понимать, что вот это деструктивные люди, такие знаком минус, они вот таким образом питаются. Если даже кто-то из близких, ну не одобрит, не поддерживает, то надо говорить об этом, но без ссор, без конфликтов, прямо, что вы чувствуете, как это учат психологи и так далее, что вам это неприятно, и тогда, возможно, человек поменяет свое поведение, если он вас на самом деле любит, ценит и уважает. В общем, окружение и поддержка окружения, это очень важно, поэтому полезно все время развиваться в этих вопросах, как выстраивать отношения и общаться с близкими людьми, не только с близкими. Что еще важно сделать для того, чтобы повысить жизненную силу, посоветую конкретно сейчас, особенно на данном этапе, как астролог, какие рекомендации я могу дать. Начну с того, что сейчас мы только вышли из коридора затмений, там коридор затмений тоже у всех очень сильно уменьшает жизненную силу, это раз. Плюс с середины октября до середины ноября каждый год Солнце находится в ослабленном положении в знаке весов по ведической астрологии, и это самое ослабленное время. А Солнце, между прочим, у каждого человека отвечает за жизненные силы, за прану, жизненную энергию. И в гороскопе у человека, благодаря оценке Солнца и положению Солнца в гороскопе, можно понять, насколько у человека много этих жизненных сил заложено с рождения. И даже если у кого-то заложено этой энергии мало, у кого-то больше, мы можем, гармонизуя Солнце, повышать жизненные силы. Особенно это важно делать в этот период, в осенний, когда осенняя хандра, когда не хватает Солнца, когда снижается иммунитет, а Солнце тоже за иммунитет отвечает. И что мы можем делать для того, чтобы повысить уже сейчас, уже завтра, что мы можем начать делать? Это наладить свой режим дня. Вы знаете, что Солнце, когда встает на рассвете, я уже говорила много раз и раньше, оно дает жизненную прану, жизненные силы, энергию. Если люди спят долго и просыпают этот рассвет, получается, что эта энергия дается, даже если Солнце не видно. Вот, например, сегодня был рассвет, но Солнце не было видно, был дождь, пасмурно. Но все равно это время, оно такое прям очень-очень хорошее, позитивное, и люди, которые просыпаются рано и в идеале на рассвете, они получают эту прану. А кто не просыпается, а спит долго, тот не получает, и получается начинается временем получать болезни, ухудшается все, уверенность, потому что Солнце за уверенность отвечает зрение и так далее. Все ухудшается в жизни. И, соответственно, человек не может добиться каких-то хороших результатов, успехов в жизни. То есть первое, с чего надо начать, это постараться раньше просыпаться и в идеале дойти до рассвета, следить, когда рассвет, и просыпаться уже ближе к рассвету. И вообще желательно, чтобы был режим дня. То есть раньше ложиться, раньше просыпаться. Потому что вы уже все знаете, что сон с 11 вечера до 2 часов ночи, он самый полезный, людям надо восстанавливаться. И если у нас нарушен отдых, если человек плохо спит и так далее, то, соответственно, тоже жизненные силы ухудшаются. Например, сегодня я ужасно спала, у нас какие-то очень громкие соседи, я слышала, как в 2 часа ночи они там стучали и так далее. И утром уже все, я проснулась, плюс погода и жизненных сил намного меньше. Видите, режим дня, режим отдыха очень влияет. Привет, привет, Алиночка. И важно рано просыпаться. Это гармонизует солнце и, соответственно, поднимает энергию на высокий уровень. Дальше для гармонизации солнца и повышения жизненной силы праны мы можем изменить свое питание, особенно осенью. Там жизненная прана, энергия содержится, как вы думаете, где? Она содержится в фруктах, потому что фрукты растут на солнце и они впитывают в себя энергию солнца, вот эту такую невидимую энергию, прану жизненную силу, особенно оранжевого цвета. И особенно в такое время осеннее, опять же, когда не хватает солнечной энергии, важно, чтобы дома были фрукты на тарелке свежие. Важно их кушать. Люди, кстати, с ослабленным солнцем иногда не любят фрукты. И вы можете, опять же, даже не зная гороскоп человека, спросить, любит ли человек фрукты, легко ли ему рано просыпаться, какие отношения с отцом, потому что солнце за отца отвечает. И уже даже благодаря этим вопросам можно понять, какое солнце у человека в гороскопе, представляете? Потому что люди чаще всего не сильно любят фрукты, у которых солнце ослаблено. А надо, наоборот, кушать фрукты, не бояться, как сейчас, знаете, вот эти все предрассудки, что там углеводы и так далее. То есть это природный, натуральный продукт. Понятно, что нужно кушать в правильное время, в первой половине дня. И тоже я уже не раз говорила, и буду часто вам повторять, что фрукты как раз и надо кушать тогда, когда солнце на небе. Солнце способствует тому, чтобы это все правильно переварить и правильно использовать. А когда мы фрукты кушаем, когда солнца нет, а луна, то есть вечером, то тогда это превращается в плохое и вредит здоровью, как по аюрведе. Перевращается в токсины и приводит к лишнему весу и так далее, что не сильно хорошо. Потому что вечером, когда луна на небе светит, то нужно кушать овощи, потому что овощи растут под цветом луны, это уже продукты луны. И когда мы опять же режим дня в правильное время и так далее, здоровое питание, то когда мы избегаем вредных продуктов, не полезных, сейчас, к сожалению, в магазинах все ненатурально, искусственное, ГМО, все в упаковках. Алиночка, я каждый день кушаю. Молодец, молодец. И это вредно. Питание очень сильно влияет. Это уже энергия араху, это все приводит, опять же, и к болезням и так далее. Поэтому старайтесь кушать больше свежих продуктов, максимально натуральных, необработанных. Исключайте сахар, потому что сахар тоже забирает жизненные силы и разрушает здоровье. Сейчас, кстати, у меня аскеза без сахара на 100 дней. Я уже не знаю сколько, недели три точно продержалась. Заменяю спокойно медом, сухофруктами, орехами и уже нет такого, что хочется. Ну и плюс в крайнем случае, сейчас много-много, уже опять же это в крайнем случае, потому что это все химия, есть, например, разные конфеты, шоколадки, которые со стевией и так далее. То есть тоже альтернатива. Но я тоже против такого, потому что это все ненатурально. Вот даже когда кушаешь, уже чувствуешь такой химический полностью вкус. Вот, ну, белая смерть, да, что это плохо. Плохо много сахара, плохо много соли, плохо много муки. Это все забирает жизненные силы и энергию. Алина, можно сохранить эфир? Залина, я не благодарю тебя огромное. Да, обязательно постараюсь сохранить. Надеюсь, у меня все получится. Спасибо большое. Вот такие важные шаги, опять же, да. И что еще? Про физические нагрузки мы говорили, но хочу уточнить, что для гармонизации солнца и для того, чтобы, соответственно, повысить уровень жизненной силы, праной энергии, очень полезно делать комплекс из йоги, который называется Сурья Намаскар. Это поклонение солнцу. Возможно, вы слышали, особенно те, кто занимался йогой, либо посещал классы йоги. Опять же, у нас в Сэнрайс Вону Клаб мы сделаем разминку благодаря Сурья Намаскар. То есть, можно делать самостоятельно, дойти до 108 кругов, хотя бы с трех начинать кругов Сурья Намаскар. Это простые упражнения, они как в качестве зарядки с утра проснулись, сделали. Для этого ничего не надо. Не обязательно покупают какой-то коврик для йоги. Вообще ничего не надо. Начните, просто делайте, вы заметите, как уровень жизненных сил будет повышаться. И когда у человека повышается, опять же, уровень жизненных сил, он легко справляется с любыми заболеваниями, микробами и так далее. Огонь пищеварения хороший. И уверенность повышается. В жизни возможности приходят. Человек становится успешнее, даже на внешнем уровне. Попробуйте, если не пробовали. Простые шаги, вы уже услышали. Ранние подъемы, фрукты, особенно сейчас. Сурья, наваскар, по утрам. Не обязательно по утрам, но лицом на восток желательно, где восходит солнце. В общем, ну и наша прана, жизненная сила, еще очень влияет на нее то, какая у нас осанка. И, к сожалению, сейчас мы живем в такое время, где, опять же, мало кто тренирует. Ну, тут молодцы. То есть, очень большая крайность. Либо люди тренируются активно, либо они вообще не тренируются. И молодежь такая вся вот сутулая ходит. Замечали? То есть, все, это уже проблемы со спиной, проблемы с позвоночником. Это просто ужас. От этого зависит все здоровье. И не только на физическом уровне. На физическом уровне что? Позвоночник. У нас есть естественные изгибы, там, прогибы, лордоз, кифоз и так далее. И у человека, опять же, сколиоз, из-за того, что вот так сидят, и в телефонах, и шеи вот так вперед. А позвоночник это основа. Опять же, это нервная иннервация ко всем внутренним органам. Где-то что-то пережимается и уже нарушается работа. Органы сдавливаются. Соответственно, это приводит к разным болезням со временем. И это влияет на все. И на успеваемость, на энергию, на зрение, полностью на здоровье. А не только на физическом уровне. Потому что наш позвоночник это основа. Это такой энергетический канал. Сушумно называется. И он делится еще на разные виды. На фоне позвоночника у нас расположены еще и чакры. И если где-то позвоночник неровный, энергии, поток энергии, который идет человеку, он должен нормально, в спокойном движении быть, то пингала и нади. Надя это эти. В общем, ладно. Есть еще точки, тоже мармы. То есть, очень все связано энергетически. Если энергия плохо протекает, где-то какие-то блоки и так далее, то все, соответственно, у человека падает уровень жизненной силы и энергии. Это влияет тоже. И влияет, понятно, и на уверенность. Потому что все неуверенные люди, они немного сутулы. А все уверенные, и у которых все нормально жизненной силой, у них ровная спина. Для того, чтобы была ровная спина, надо наладить свой образ жизни и так далее, работать с собой. Также для того, чтобы у нас была жизненная сила, нужно стараться простить отца, у кого есть обиды. Это не обязательно на внешнем уровне с ним общаться и так далее. Но у многих, кто ко мне приходит на консультацию, я очень редко, когда нет проблем. Мы, наверное, живем в такой век какой-то, когда часто и у женщин, и у мужчин проблемы, обиды. И не зря советуют все это все прорабатывать. Есть специальные техники, которые я тоже даю на консультации тем, кому это надо, практики. Но хотя бы человек должен стараться просто принять, понять, что уже не изменишь, что было. И просто стараться убрать обиды. Это в первую очередь человек для себя делает. Потому что солнце отвечает за отца, отвечает за уверенность, отвечает за жизненные силы. И если там тоже есть какие-то проблемы, блоки, то у человека тоже как будто недостаток вот этих сил. Поэтому идеально, конечно, это проработать. У всех все индивидуально. Ну и смотрите, солнце же не только отец. Для женщин это может быть показательным вообще мужчин. И это государство, еще правительство может быть. И когда мы вот что-то осуждаемся и навязываемся в такие разные темы, это, конечно, больше по Юпитеру, но все равно это тоже забирает. И вообще любые пустые разговоры забирают нашу жизненную силу. Особенно, когда мы кого-то осуждаем, критикуем, сплетничаем, либо слушаем, кто просто говорит пустые, бестолковые разговоры, кому они нужны. люди, которые занимаются собой, которые развиваются, это уже не могут слушать, потому что они понимают, что это забирает энергию. Эта энергия, вот люди общаются, общаются, там, например, маникюр одна другой делает, и кого-то обсуждают, общую знакомую, так активно-активно, тут подключается еще какая-то женщина, которая там работает. И в итоге что? Люди находятся на низком уровне развития, у них низкие вибрации, и такие люди тоже нужны. Такие люди тоже нужны, они не понимают, что когда они кого-то обсуждают, они этому человеку отдают свою энергию, отдают свои жизненные силы, свою брану, очищают ему ауру в это время, а себе плохую карму и все плохое берут на себя от этого человека. Это я уже тоже постоянно говорю. Раньше тоже я такая могла, интересно было. Но нет, это вообще, это просто ужас. И это надо прекращать, потому что это как раз и не дает. Так они всю жизнь будут сидеть, всю жизнь будут обсуждать, а тот человек, которого они будут обсуждать, благодаря их обсуждениям, неплохо будет себя чувствовать. И я тоже не раз говорила, что это специально даже делать, специально провоцируют таких вот людей, которые ведутся, и разговаривать, и себе тратить свою энергию. Но это невежество. И поэтому тоже старайтесь таких людей избегать. А если вы, например, работаете в какой-то сфере, где работа с клиентами, и где каждый клиент придет, и вам начнет рассказывать про свою личную жизнь, про свою свекровь, про своего мужа, и всем перемывая там косточки и так далее, то постарайтесь просто переводить тему на что-то позитивное. И так вы поможете и себе, и другому человеку. Это больше заберет у вас энергии обсуждений, чем ваша работа, поверьте. И опять же, через речь люди теряют очень много энергии. Поэтому полезно говорить обдуманно, полезно вообще делать молчание, обед молчания хотя бы по чуть-чуть. И очень-очень контролировать свой рот. Я тоже всегда говорю, контролировать свой рот, это не только речь, это наш рот, то, что мы едим, и наш рот, это интоксикации, которые мы принимаем через рот. Курень, алкоголь, наркотики, там еще что-то. То есть, вот это все. Очень важно. Про отца сказала. У меня, кстати, есть тренинг про солнце. Солнце-уверенность называется. Но он опять же про прану, жизненную силу. Там, на этом тренинге, каждый участник может узнать. Этот доступ к тренингу можно приобрести всегда, в любой момент. Я его буду дополнять еще, заново, новое давать что-то, все время улучшать. То есть, этот тренинг, вы туда попадаете и навсегда, у меня есть тренинг уже по Юпитеру, по Солнцу, и так будет по каждым планетам. И, например, если у кого-то вижу проблемы с Солнцем в гороскопе, то я дарю доступ к этому тренингу, который будет, опять же, совершенствоваться. И там вся информация подробная. Там и мантры нужные, и катха, и так далее, и аффирмации, и моя авторская медитация, и все-все-все, и разные методики, методики по отцу, и так далее. Поэтому, если у кого-то будет желание, вы потом напишите мне в директ, и я вам сделаю большую-большую скидку, и чисто по символической цене вы сможете получить доступ, узнать о себе, узнать, я вам расскажу, где у вас стоит Солнце, в каком доме, в каком знаке, какое для вас Солнце, что оно вам дает, и плюс доступ ко всем материалам, тренингам. Вот, поэтому все решается, опять же, да, можете написать в комментариях, либо сейчас рассказать, кто смотрит, какие у вас методы повышения жизненной силы, энергии. Вот, например, утром вы проснулись, чувствуете, что у вас нет энергии, нет жизненных сил, что вы делаете после этого, да, вот, у каждого, возможно, есть какие-то ритуалы, утренняя рутина, и так далее, то, что индивидуальные, опять же, какие-то методы, например, мне помогает поход в спа, если я, например, после консультации, когда я тоже очень сильно отдаю много энергии, я иду в спа, беру с собой аромамасло, в баньку, такая парная, и там я полностью восстанавливаюсь, я знаю, что это мне помогает 100%, кстати, вот посмотрела на украшение золотое, и забыла сказать вам, что золото связано с Солнцем, опять же, да, и осенью, особенно, когда Солнце ослабленное, хорошо носить золото, поэтому, такое обычное желтое золото, которое, возможно, уже не сильно популярно сейчас, но оно гармонизует, оно как раз заменяет вот этот недостаток правной жизненной силы, которого сейчас не хватает, понятно, что, опять же, все индивидуально, есть людям, которым никогда в жизни нельзя носить золото, потому что это очень плохо, и может давать им большие проблемы, болезни, и приближать смерть, по гороскопу надо смотреть, например, камень, солнце, рубин, есть люди, которым надо его носить, есть люди, которым категорически нельзя ни в коем случае, вот, но, в основном, опять же, хотя бы в этот промежуток золото можно добавлять, людям, которые родились там с ослабленным солнцем, тоже золотое украшение можно носить, можете писать вопросы, если они у вас сейчас есть, я так быстренько все рассказала, вот, что хотела, да, можем кому-то ответить на вопрос по натальной карте, если хотите, могу сейчас открыть, в общем, еще осталось потерпеть чуть-чуть ослабленное солнце до середины ноября, до 16-го, потом меняет знак, переходит в знак скорпион, сейчас в весах, а весах как раз солнце не любит находиться, солнце любит огненные знаки, больше всего любит знак овен, например, я родилась, когда солнце было в знаке овен, у меня солнце в экзальтации, а напротив в знаке весы солнце очень ослабленное, вот кто рождается знаком весы, это чуть-чуть противоположно с тем, у кого солнце в овне, потому что огненный знак, да, солнце такая яркая планета, центральная, царственная, вокруг, мы знаем, что это звезда, но астрологи и в астрологии называют планета, точно так же, как и луна, опять же спутник, но это вчера мне Амалька говорит, я только сегодня узнала, что луна это спутник, потому что она от меня все время слышала, луна это планета, вот, астрологи рассматривают луну как планету, но на самом деле, да, мы знаем, что это светило, это спутник, в общем, и солнце это центральная планета, все вокруг него крутится, да, и когда оно в такой стихии огненной, в знаке овен, а овен это первый знак естественного зодиака, это очень большие лидерские качества, это уверенность, если человек рождается сильным солнцем, он уже априори, уверен в себе, в нем уже заложены лидерские качества, и этот человек может управлять, может вести за собой, брать ответственность за себя, за других и так далее, и наоборот, когда солнце, падение ослабленное, да, на момент рождения, то и жизненных сил меньше, и страдают отношения с отцом, и зрение, и он неуверенный, он колебается, знак веса, это же чаша весов, перевалится в одну сторону, в другую, оно постоянно сомневается в этом знаке, а солнце не любит сомневаться, он любит управлять, руководить, идти вперед, вот почему в одной семье рождаются дети, их воспитывают одинаково, одинаково, например, и мама, и папа одинаковые, условия жизни одинаковые, но они абсолютно могут быть разные, это все можно узнать благодаря натальной карте, опять же, Алиночка, можно узнать, какая из трех видов кармы в моей натальной карте, наверное, да, жесткая, да, средняя, жесткая или мягкая, ну, это, опять же, каждый дом рассматривается, нельзя сказать в целом, какая из трех, конкретно на весь гороскоп, можно рассматривать, как каждый дом, вот, и когда мы уже изучаем дома гороскопа, полностью все планеты, знаки, то тогда мы можем анализировать, у нас такая особая логика включается, и мы уже понимаем, что если где-то плохие очень комбинации, да, ослаблены, там, дом закрыт, ослабленные планеты и так далее, то сложно изменить, но путем гармонизации все реально, я опять же наблюдаю, как жизни людей меняются, когда они начинают гармонизовать, и то, что могло плохое случиться, оно может не случиться, поэтому люди должны знать свои планетарные периоды, астролог должен дать рекомендации, посмотреть, какой сейчас идет период, какой планеты, какой подпериод, какие сферы в гороскопе это затрагивает, эта планета какими домами управляет, где стоит, где в транзитах находится, и опять же, какая эта планета, благоприятная для этого знака, или нет, мы же учим, опять же, это у вас, у тебя будет, ласечка, следующий урок, как раз по домам гороскопа, по классификации, и когда мы начинаем глубоко изучать дома, профессионально, опять же, то мы можем определять для человека, какая планета благоприятная, а какая нет, мы знаем, что есть планеты, естественные вредители, естественные благодетели, но плюс, любой благодетель может стать вредителем у человека в натальной карте, например, Венера как благодетель, хорошая вроде бы планета, но у какого-то человека она может стать вредителем, и когда у человека будет идти период этой планеты, либо под период, если она еще и стоит в плохом доме, и ослаблена, то мы уже можем прогнозировать плохой результат, но мы же знаем, чем опять же отличается ведическая астрология от западной, что мы знаем методы коррекции, неблагоприятных влияний, мы можем дать рекомендации, как это не допустить, как смягчить вот эту жесткую карму, и если человек выполняет это, то он может не допустить плохого, вот у меня, например, у мамы недавно шел очень плохой период, и я как только начала изучать астрологию, когда увидела период, я уже знала, когда он будет идти, то есть я уже боялась этого времени очень-очень сильно, я помню, как я вот еще не сильно хорошо знала в начале, и меня все пугало, все очень сильно пугало, и я уже тогда ее настраивала из себя, узнала, что этот период надо обязательно как-то пережить, и максимально гармонизовать, то есть и мы готовились, я знала, сто раз напоминала, гармонизовали, и слава, слава Богу, Боже, этот период прошел, и не дал таких плохих результатов, которые мог дать, а если бы она плыла по течению, и делала то, что нельзя было в этот период, ехала тогда, когда нельзя куда-то, и так далее, то могло бы быть все, что угодно, вот, и это не только по маме, это вообще у многих так, но кто прислушивается, тот изменяет судьбу, потому что, опять же, мы живем в разных энергиях, страсть, благость, невежество, и опять же, используя методы гармонизации, мы можем как-то выйти более мягко, можем направить энергию в нужное направление, да, вот, когда у мамы шел такой период опасный, был восьмой дом, восьмой дом это дом смерти, и он мог давать очень большие риски, но также этот дом, восьмой дом, он отвечает за мистику, эзотерику и так далее, и как раз в это время я начала преподавать астрологию, и мама пошла ко мне на курс учиться, представляете, и начала погружаться глубоко в астрологию, то есть она компенсировала тоже, это одно из, на самом деле методов гармонизации было намного больше, и она каждый день погружалась в эту астрологию, вот, каждый день старалась что-то смотреть, изучать, наши уроки, много, опять же, дополнительных материалов, сидела там, рассчитывала карты в ноутбуке, с моей старой программой, пыталась в этом всем разбираться, и когда вот человек направляет энергию в это, а этот дом отвечает и за это, и за это, да, и целенаправленно направляет эту энергию, то плохого может не допустить, плюс мы знаем, что есть мантры, и так далее, катхи, что нам помогают и другие высшие силы, потому что каждый из нас находится в какой-то религии, кто-то в детстве вас скрестили, да, и вы уже находитесь тоже под эгрегором этой религии, от религии вообще нельзя никогда отказываться, да, не надо никакой фанатизм, надо понимать, что, смотрите, сколько религий, столько у каждых свои боги, там, и так далее, но высшая сила, она одна, не важно, какое направление выбирает человек, но если уже вы покрестились, кстати, я покрестились осознанно в 18 лет, да, по-моему, в 18 лет, представляете, то есть очень было осознанно, кстати, я за то, чтобы это было осознанно, чтобы человек выбирал религию осознанно, но с другой стороны, своих детей его крестило, как все, как это принято, вот, это тоже дает защиту, про это тоже важно не забывать, опять же, это та же духовность, но без фанатизма, опять же, я против любого фанатизма, когда там люди вообще полностью, в общем, надеюсь, было интересно, можете еще писать вопросы, вот, и поделитесь потом в комментариях, как вы повышаете свои жизненные силы, и приходите на консультацию, делайте полный разбор натальной карты, сейчас в подарок прогноз на год, кто делал полный разбор натальной карты, то пора делать прогноз на год на 2024, который дает подсказки, также приглашаю на обучение, я могу взять учениц на индивидуальное пока обучение, в ноябре на растущей луне, вот, и возможно в декабре, группы в этом году не будет, я вообще даже подумаю, буду ли я набирать группы, я сделала такой новый формат индивидуальный, он мне очень понравился, где с каждой я ученицей еще разбираю в индивидуальном формате, и мне кажется, это даже намного-намного эффективнее такое обучение, чем в группе, хотя в группе тоже интересно, но группы у меня в любом случае небольшие, поэтому тоже подберу благоприятное время, и возможно уже в 2024 году весной я сделаю курс снова в группе, не буду делать их часто, вот, больше буду сконцентрирована на индивидуальном обучении, и дальше каждая ученица у меня может продолжать обучение в астроклубе, я сделала астроклуб, где можно продолжать изучать астрологию глубоко, то есть курс 3 месяца, это не все, конечно после курса вы уже, даже во время курса можете начинать консультировать, что и делают мои девочки, то есть уже во время надо начинать пробовать, то что знания накопили, применяем, плюс после 3 месяцев обучения, у меня идет сопровождение с дополнительными уроками 2 месяца, и по желанию вы можете дальше продолжать обучение у меня в астроклубе, где каждый месяц мы с девочками, я провожу дальше уроки, я даю книги по астрологии, которых вы нигде не найдете, которые очень редкие и так далее, очень полезны, то есть мы вместе все разбираем, я даю календарь, и много-много полезной информации, там мы всегда на связи, какие-то случаи скидываем, очень интересно, сегодня, вот я вчера проводила урок на тему восходящий знак рак, и девочка мне, моя ученица, дала большую обратную связь с самого утра, было очень приятно, где подробно написала, как это реально, как это 100% работает, и сегодня, кстати, у меня одна девочка знакомая написала, что говорит, так, я родилась в августе, думала, что я лев, а я, оказывается, не лев, и вот многие до сих пор не знают, что тот знак, к которому вы привыкли, по обычной астрологии, это ваши чаще всего солнечные знаки, то не всегда, не всегда это совпадает по ведической астрологии, то есть люди знают только свой солнечный знак, а солнце в одном знаке стоит целый месяц, и вы представьте себе, вы телец, ваша подруга телец, соседка телец, и все родились там в какой-то месяц, и разве у вас одинаковая судьба с этим человеком, разве вы с этим человеком похожи, у вас одинаковая внешность, характер и так далее, конечно же нет, потому что солнечный знак не может так влиять, один лишь солнечный знак, у нас натальная карта состоит из 12 домов гороскопа, 12 сфер жизни, и все знаки влияют на людей, но можно увидеть, какой знак больше, например, восходящий, лунный, очень важный в ведической астрологии, по которым мы смотрим все прогнозы, и транзиты, и периоды у нас связаны с лунным знаком, а люди этого не знают, поэтому полезно знать хотя бы свой восходящий и лунный знак, и если вы смотрите мои прогнозы, то ориентируйтесь только по лунному знаку, вот я часто и буду скоро писать краткие такие прогнозы на 2024 год для каждого знака, кто был у меня на консультации, просто вам нужно вспомнить, какой у вас лунный знак, и читайте для своего лунного знака, и тогда это будет максимально точно, а если вы будете ориентироваться по солнечному знаку, то тогда понятно, сколько людей разочаровываются в астрологии и так далее, потому что не совпадают, но они не знают, почему они не совпадают, потому что они неправильно смотрят, либо обращаются не к тем астрологам. В общем, жду вас на консультациях, на обучении, до встречи, в следующую среду снова будет прямой эфир полезный, интересный, и также, когда у меня будет урок в Астрокубе, я тоже выйду на время, чтобы вам показать часть урока. Вот, и вообще постараюсь чаще выходить, но пока у меня не получается, потому что в приоритете консультации и обучение. Сейчас у меня на обучении две девочки, на индивидуальном обучении, и мне очень это, опять же, нравится, я от этого просто кайфую. Желаю всем хорошего дня, хорошего настроения, постарайтесь не терять свою жизненную силу, энергию, выпишите важные моменты, режим дня, питание и так далее, уберите плохих людей своего окружения, умеете себя отстаивать, убирать, блокируйтесь, сейчас очень легко, заблокировали всех и все. Алиночка, я не понимаю, а можно про Овен? Вот Овен это твой какой? Солнечный знак, либо лунный, либо восходящий. Овен ты по какому гороскопу? Можешь написать после прямого эфира в комментариях свою дату, город и время рождения, и я тебе напишу твой знак, который на тебя больше всего влияет, и знак, по которому тебе надо ориентироваться в моих прогнозах, чтобы они были максимально точны, потому что многие думают, что я не Овен, а на самом деле они не Овен. Вот, по ведической, опять же, астрологии. Удачки еще раз всем, всего самого-самого лучшего. Спасибо большое, что посмотрели. Буду благодарна за репост, за комментарии, за поддержку. Так я буду заинтересованно проводить чаще прямые эфиры. Тем-тем, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok